Лежь бы не завалился, ебать его. Выпрыгивай, дядя Коля. Еще бы 5 метров, 2 метра вперед на эту железку бы упал и не было бы дядя Коля. Дядя Коля водитель из Казахстана. На днях приехал взять ково за пшеницей и обратно отправился по тому же пути, к глиняному мосту, и попал в историю. Мерзлую, кто только дурак насыпет глину на этот мостик, она потаяла, земля под ним ушла и упала в речку. Смогли умереть? Могут, но, видать, Бог еще не принимает там, надо по земле ходить. Вы сюда еще поедете? Нет, больше в жизни не поеду. В первую очередь забежал, дверь открыл, вытаскивать его, вдруг воды нахлебался. Я по России проехал, и такой шикарной дороги, как здесь, я ни разу не видел еще. Вытягивали КАМАЗ 4 трактора с местной фермы. КАМАЗ был гружен пшеницей. Эта пшеница где-то 15-17 тонн сейчас вот тут лежит. То есть люди, которые купили пшеницу, понесли ущерб порядка 200-250 тысяч. КАМАЗы пусть и полупустые, но уехали. А вот местным жителям ехать некуда. Мост, где произошло ЧП, соединяет две части села. Весной единственную переправу разорвало водой. Каждый год делаем глину, засыпаем, осенью разбудываю, копаю, весною сносит, по новой начинаем. Так, говорит, все, ну развивайся. Развиваемся. Вот сейчас хорошо, вот рыбалка будет. 25 тонн туда свалили, семенного зерна, и все. Теперь мы будем с рыбалкой, рыбой будет. Мы сдаем молоко, мы живем в сельском хозяйстве, мы не можем молоко даже сдать. Потому что у нас молоко несколько дней к нам не приезжает, нет дороги. Мы оторваны, мы просто оторваны от мира. Мы не в район не можем попасть, если случится. Скорая приезжает, она у нас стоит на той стороне. Но это дело случая. На днях людям должны были ставить прививки от ковида, но врачи не смогли проехать. И бездорожье омрачает жизнь не только живых. Здесь провели целую операцию, чтобы похоронить местную жительницу. За умершей приехала газель, но перевезти ее на ту сторону, там находится кладбище, она не смогла. Глиняный мост не вариант. Пешеходный тоже, он слишком узкий, и машина бы элементарно не проехала. Тогда местные жители пригнали оазик. Он был без бензина, пришлось сливать с газели на внедорожник топлива. И только тогда удалось перевезти женщину на кладбище и, наконец, похоронить. В сухую погоду по глине проехать можно. Местные жители пользуются этим бонусом, запасаются лекарствами, продуктами впрок. И ждут, когда власти района выполнят обещание, данное полтора месяца назад. Проблема частично решится в ближайшее время. Как только будут поступить щебень на площадку Камня-Наби, мы завезем на данную дамбу. Более конкретных сроков завоза щебня глава не назвал, но пояснил, что бетонной переправе не может быть и речи. Население села слишком маленькое, 650 жителей. А вот увеличить пропускную способность реки, чтобы дамбу не размывало, реально. Принято решение подготовить проект, поставить современную водопропускную трубу большого диаметра. И, соответственно, очебенить подъезды, съезды и поднять сам уровень дамбы, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не происходило. Этот проект будет готов лишь в конце 2021-го. Лишь в следующем году станет известно, выиграло ли село в лотерею или жителям, и дальше придется как-то выживать. Эти люди забытые. Они не могут даже продукты на ту сторону переправить. Я не знаю, их надо раком ставить. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Продолжение следует...